Стенд Лизайн и, как всегда, Николя, на которой написано на груди Мерида, почему-то расскажет нам про новиночки от Лизайн. Колян, ну давай топить, что интересного есть? Лизайн, вы знаете, что делают у нас аксессуары? Свет, инструменты, компьютеры, то, что их нет. В общем, все необходимое для использования с велосипедом есть у Лизайна. Напомню, на всякий случай для тех, кто не знаком с брендом, это бренд, который был придуман и вотворен в реальность Микки Казушеком, мастодонтом из велоиндустрии. Так, на вскидку, этот парень придумал Труватив, а потом успешно продал его в СРЭМ. Ну и на вырученные деньги, повисев, отдохнув, организовал Лизайн. Еще раз напомню, это бренд премиальных аксессуаров высокого качества. Итак, по новинкам. Что касается механики, у нас появился новый ретчет-кит, мультитул с ретчет-механизмом, который позволяет удобно и быстро закручивать биты стандартные, да? То есть можно любые взять? Биты, в принципе, да. Формат стандартный. В одну сторону крутится, в одну нет. Опа, перекрутили. Ай, богатство! Слушай, а чётик, они-то не люфтит ничего. Да, скажи. Вопросов нет. Мяшка-мяшка, очень маленькая, компактная, можно возить с собой. Вот, биты из хромвонайдевой стали, сам инструмент из нержавеющей инструментальной стали. У нас вышло новое крепление компьютера, полностью фрезерованное. Ну, за исключением вставочки, она должна иметь пластичность, чтобы вщелкивать велокомпьютер. То есть супернадежное алюминиевое крепление. Причем, помнишь, у тебя был казус, ты отвалил. Они переделали это крепление в соответствии, видимо, с запросами. И сделали пластиковую вставочку, которая при падении выщелкивается. То есть ты не ломаешь свой GPS, а у тебя просто выщелкивается крепление при падении. Главное не забыть об этом и потом его подобрать. Я просто вижу проблемы сразу. Handling Bar 31.8. Ты много шоссейников сейчас видел? А, это до шоссейников. Ну, конечно. Блин, почему про МТБшников опять забывают? Суперпро GPS. Чем отличается от предыдущей версии? На сегодняшний день это самый доступный велокомпьютер с навигацией, с полноценной навигацией, с картами, с маршрутами. Сколько денег? Со всей фигней. 4.400. То есть если в прошлом году топовый комп был MegaXL, он и остался топовым. Сейчас карты спустились чуть-чуть по сегменту ниже. Что касается MegaXL, который реально был бестселлером в прошлом году. У меня есть такой, желтенький. Он теперь есть с украинской менюшкой. Я знаю. И приложуху мы сделали тоже на украинском языке. Я обновился. Мы также продолжаем работать над переводом для всех остальных компьютеров. То есть в ожидании в течение этого года с последующими прошивками, обновлениями будет полностью доступно украинское меню. И украинское меню в приложухе под дизайн. Русский язык? GPS. Россия, они почему-то не трудятся над этим. По сути, это единственный вилокомп в мире, у которого есть украинское меню. Это все к чему. Мы как бы очень плотно с ними сотрудничаем. Они к нам прислушиваются. И в общем, мы делаем все, чтобы сделать продукт максимально удобным, комфортным для пользования здесь, в Украине. Основной продукт у дизайн это же свет? Да, свет. Совершенно верно. Сложно найти хорошего конкурента лизайну в этом сегменте. Потому что они действительно крутые. Линейка света у них, как правило, обновляется чуть ли не полностью ежегодично. Если даже остался форм-фактор предыдущий, например, Hector Mini Drive остался в том же корпусе, но у него появилась новая, более мощная батарея. И теперь он, например, в максимальном режиме работает 2 часа, в отличие от часа в прошлом году. То есть практически во всей линейке, если не было увеличений по алюменам, то они туда всадили почти в 2 раза мощнее батарею. Ну, к примеру, KTV Drive. Максимальное время работы было 25, стало 50 часов. То есть, ну, в режиме на работу с работой этого фонаря хватит на 2 недели. Ну, мне кажется, это волшебно. Strip Drive Pro свою я вообще забываю, когда ее заряжаю. Может быть, редко езжу на работу, но типа ее пока хватает. Я как купил ее, я до сих пор ее не заряжал. Что такое Smart Connect? Мы вроде бы слышали, уже рассказывали на первой презентации, что можно коннектнить комку, но, может быть, ты более разгорнуто расскажешь? Значит, это новая технология, которая применяется пока что не во всех фонарях. Значит, у нас есть KTV Pro Smart, у нас есть Super Drive 1600 XL и скоро появится Mega Drive 1000 на 1800, еще не доехали. Также есть киты Connect Smart Kit, в которых есть эта технология. Прелесть технологии в чем? Вот если мы возьмем любую фару, тут режимов, например, штук 10 пускай. Меня, например, бесит, чтобы добраться до какого-то режима, тебе нужно проклацать, прям все. И тут ты опа и промахиваешься. Я пользуюсь овердрайвом, там два режима. Слабый и максимальный. Лучший режим. Да, классно. Но тут ты можешь через телефон, то есть вот с этой технологией фары можно программировать путем по Bluetooth, подключать их к телефону. Скачиваете бесплатное приложение Design LED. В приложении вы можете посмотреть, кастомизировать еще? Прямо какой объем остаточной батареи остался зарядки. Можно кастомизировать режимы, то есть из перечня в 20 режимов, там типа много, ты можешь оставить себе, например, два. Можешь все. Можешь устроить их последовательность. Помимо всего этого, там ты настраиваешь, если у тебя Smart Connect там передняя и задняя фара, ты их спариваешь вместе по приложению и управляешь задней фарой кнопкой передней. То есть ты нажимаешь переднюю фару, а у тебя включается задняя. Ну и опять-таки настраиваешь, например, при включении у тебя включается изначально только задняя, передняя не горит, просто маячонок. При втором нажатии уже включается и передняя. Ну, в общем, там играться с этим. Не все фонари пока поддерживают, да? Пока не все, это новая технология, конечно, она используется только на супердорогих фарах, ну и лишь один вариант задней мигалки. Хотя я считаю, что в перспективе будет очень много мигалок. Ну, стрип драйв тот же заслуживает, я думаю. Да, я думаю, это постепенно. Знаешь, надо не все сразу, чтобы... Да-да-да, чтобы в бомбарок не падали. Да-да-да-да-да-да. Вот, как бы очень удобно, потому что, когда ты стартанул и забыл включить мигалку, туда потом тянуться, это неудобно. Срока полный, я знаю. Да, я тоже, я постоянно так делаю. А тут ты, опа, на переднюю фару клацнул и задняя включилась. Вот, очень удобно. Кроме всего прочего, заднюю мигалку можно подсоединить к любому из компьютеров. В компьютере появляется отдельный экранчик под управление. Ну, то есть, страничка там, первая, например, скорость, вторая карта, а третья, ну, ты тоже, опять-таки, кастомизируешь это все в навигаторе. Например, третья, у тебя управление светом. У тебя там показывают остаточный заряд батареи очень подробно. И режим, в котором она сейчас работает, и плюс с другими кнопочками ты можешь переключать, типа, переднюю, отдельно, заднюю, все с компа. Что еще у нас? Как и говорил, почти все фонари получили новые, более объемные батареи. Многие из них стали мощнее. Если мини-драйв был 300, стал 400, хекта с 400 до 50 вырос. Также новый корпус, поскольку фонарь стал мощнее, появилась необходимость в его лучшем охлаждении. Поставили новый корпус с радиаторами. Опять-таки, из предыдущей линейки, микродрайв с новым корпусом. Что у нас еще? Совершенно новый макродрайв. Он стал пузатей. И если в прошлом году он был вот такого формата на 2 диода, сейчас он уже на 3 светодиода, 1300, выдает хороший, такой, насыщенный пучок. И у нас две абсолютно новых модели. Это Classic Drive и Classic Drive XL. Кстати, вот исполнение в матовом цвете. Ну, выглядит... логотип с обратной стороны. Вот так вот, красиво, на мате именно. Да. Ну, приятно. Маленький, на шлем удобно, кстати, вешать. Да. Мало того, с таким фонарем уже успел покататься боди-оврачника. Сказал, что, в принципе, наваливать по сумеркам, через лес, в Карпатах, вполне ок. Хватает. Хватает, да. Ну, я люблю, знаете, шкодас за тысячу. Даже как огнем. Да, да, да. Вот. В общем, они как бы вернулись, когда они только начинали работать, свет у них появился, да, скажем так, вот все... Форм-фактор был такой цилиндрический. Потом со временем, с ростом, они все, конечно, переросли вот в такой формат, более широкий, чтобы можно было больше засунуть батарею и так далее. Вот. А тут они как бы к истокам вернулись, типа так и назвали его Classic Drive, потому что это классическая форма для фонарей и дизайн в прошлых годах. По насосам, в принципе, новинок нет. Ну, вот же ж. Этот насос был уже в прошлом году. Shopfloor drive. Насос выполнен полностью из алюминия. Алюминиевая база, большой манометр. Плюс ко всему, из-за того, что он большего размера, опять-таки, более точная индикация получается, потому что между первой и второй атмосферой большой промежуток видно, на каком уровне стрелочка. Прелесть этого насоса в том, что, во-первых, у него очень классная широкая ручка, которой реально удобно качать. То есть, вот так держать, ну, мне кажется, менее удобно. Вся прелесть его в том, что, кроме насоса, у вас тут, по сути, домашняя мастерская. В ручку спрятан мультитульчик. Здесь еще есть небольшие отсеки. Можно напаковать там, например, ну, конкретно здесь вот отсек под замок, например, цепной. Сюда можно там, я не знаю, непилек, например, там спрятать. Ну, типа, вдруг потерялся, обломался, я не знаю, там, под бескамерку, да. То есть, ну, такие небольшие отсеки для того, чтобы там хранить какую-то мелочевку. Ну, и в него сразу уже запакован мультитул. Мультитул V5 на 5 функций. Запакованы в него бортировки и заплаточки. Вот, то есть, это все сразу идет в комплект. Есть большой насос, а есть насос маленький. И очень много интересных насосов. Поведай нам, чем отличаются. Скажем так, от простого к сложному. Значит, в спорт драйве, например, это начальный уровень насосов ручных от дизайна. Идет ручка из композитного материала. И вот здесь вот головка тоже. В нем идет обычный шланг. Корпус и поршень из алюминия. Вот, то есть, он обслуживаемый. Там у нас, кстати, есть все резиночки, все меленькие штучки. То есть, несмотря на то, что 2 года гарантии, ты после гарантии можешь обратиться в любой из магазинов, где брал, и попросить, чтобы его там смазали, перебрали. То есть, у меня все запчасти есть, если что. Вот. Если мы возьмем, например, вот в данном случае топовый Pressure Drive. Это шоссейный, МТБшный будет называться Alloy Drive. Тут он полностью, целиком произведен из фрезерованного алюминия. Этот можно внукам, знаешь, насос передавать, потому что, ну, тут вообще... Изнашиваться нечего. Нечему изнашиваться, да. Внутри, если разобрать там, как бы, на клапанах резинсальнички, которые ты меняешь, обслуживаешь себе, да, и все. И у него идет более продвинутая такая шлангочка. Она идет уже с клапаном для стравливания. В случае с шредера он работает просто как приспустить давление. В случае с Presto он работает, когда 10 атмосфер в Presto накачаешь, между вот этим клапаном... Скапливается воздух, что он не делал, пшик потом, да. Скапливается давление и тяжело откручивать. Вот. Ты нажимаешь эту кнопочку, это лишнее давление сходит и легко тогда откручивается. Кроме всего прочего, с другой стороны, здесь есть ключик для непилей. Все? Да. Спасибо большое, Коля. Будем следить за вашей продукцией внимательно. Спасибо.